Добрый день, меня зовут Олесь Спицын и я рад приветствовать вас в нашем новом блоге, посвященном здравососеданию и лечению с помощью природных средств. И сегодня я хочу поделиться с вами, ну, своими взглядами на такую проблему, какие книги читать. Любой начинающий травник, любой начинающий фитотерапевт задается этим вопросом. И сейчас литературы очень много, литературы разные. И далеко не все книги, которые сейчас продаются и посвящены вопросам лечения травами, качественные. Тем более журналы очень часто бывают недостаточно качественными, недостаточно научными, недостаточно просто правдивыми, скажем так. Какую же книгу выбрать? Многие хорошие книги по фитотерапии были изданы еще, как ни странно, в советское время. Вот, к примеру, я могу порекомендовать такую книгу, изданную в Институте экспериментальной ботаники, в котором я когда-то работал. Вот, к примеру, эта книга издана еще в 1974 году. Здесь достаточно представительный коллектив авторов, достаточно представительные рецензенты. И, в общем-то, нет лишней информации. Здесь вся информация проверенная, наученная, без домыслов. И, в общем-то, здесь есть раздел, посвященный лекарственным растениям по их видам. А также есть хорошие таблицы, которые позволяют выбрать растения для лечения того или другого недуга. Подробные выходные данные этой книги я помещу внизу этого видео. Вы можете их посмотреть там. Ну, также некоторые современные книги, научные тоже, хорошие. Вот, например, Корсун и другие авторы фитотерапии кожных болезней. Если кто-то хочет заниматься конспитологией, тоже неплохая книга, вычищенная, скажем так, представлены хорошо различные лекарственные растения. Ну, хотя можно было, конечно, рассчитывать на более полное представление. Но, тем не менее, книга достаточно хорошая, ее можно пользоваться. Здесь есть рецепты, здесь есть описанные свойства растений. Тоже бездомыцев. То, что проверено, опыт. Ну, это были книги белорусских издательств, ну, также и российские книги. Неплохая книга, хотя и без научной рецензии, без рецензентов. Но, тем не менее, я полистал хорошую книгу. Здесь также описаны свойства различных растений, домашняя фитотерапия. Ссылки на все эти книги помещены внизу этого видео, можете их посмотреть. Ну, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете мне написать. Или, если вы находитесь в Баруси, позвонить. Мои электронные почты и телефон также находятся внизу этого видео. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok